В сельском поселении Боголюбовское Суздальского района у местного Дома культуры сегодня пожарный гарнизон. Нет, здесь не произошло возгорания и не проводится эвакуация. Спасательная техника в роли наглядного пособия. Спасатели показывают местным школьникам оснащение автомобиля и рассказывают, как из него тушить, если пожар. До 10 литров в секунду, вот здесь вот есть отметки 0, 5, а до 20, 0, 5, 10, 15, 20, это вот у этих до 10. В преддверии зимних школьных каникул сотрудники МЧС начали проводить акцию «Безопасные каникулы». Спасатели рассказывают ребятам правила безопасного поведения. 18 школ Суздальского района, около 200 участников, и это только за сегодня. По словам инспектора отдела профилактики, в планах провести эту акцию по всей области. Мы с детьми проводим беседы, учим их безопасному поведению, это и катание на коньках, допустим, на тех же самых ватрушках, либо просто дети будут оставаться одни дома, то есть определенные правила безопасности. И плюс еще знакомим с пожарной техникой и с профессией пожарного и спасателя. Перед школьниками автомобиль для ликвидации последствий ДТП. Спецтехника здесь не из запасников МЧС, это действующая боевая расчетная единица, которая снабжена всем необходимым. Здесь и пенообразователь, предназначенный для тушения бензина, и специальные гидравлические кусачки. Незаменимая вещь при спасении людей из искореженных после ДТП машин. Я узнал нового, что есть квадроцикл у МЧС Стелс, он очень высокопроходимый, и он принимает, и им действует для того, чтобы тушить в трудодоступных местах пожары. Иногда даже бывают лесно-торфяные пожары, и они даже иногда горят зимой. В местном Доме культуры сотрудники Главного управления МЧС подводят итоги работы спасателей Сузовского района за 2018 год. Результаты положительные. Достичь их помогают в том числе и добровольческие охранные организации. Приятным сюрпризом стал концерт творческих коллективов Сузовского района. Своеобразный подарок спасателям, у которых скоро профессиональный праздник. И тут неумолимо, столетия чередой, ты крепкий мой Владимир, ты вечно молодой. Профилактическая работа будет продолжена в планах у спасателей провести показательные уроки по всей области. Игорь Липский, Дмитрий Журавлёв, 6 канал.